Ну что ж, возвращаемся мы назад на КНД Кап. Это вторая карта, вторая игра на сегодня. Команда Digital Hearts против коллектива Team Miss Shift. О этой команде мы поговорим, потому что многие, наверное, не знают, кто это такие. Сегодня будет работать, как уже работал Лекс и Смайл. Смайл, тебе еще раз, доброе уже утро. Пять утра по Москве наступило так-то, незаметно. Темного времени суток всем. Да, да, именно так. Ну и вот команда Miss Shift. Про хаосов мы уже все сказали, мы их видели. Играет X-Mike, играет USH. Насчет остальных ребят я не знаю. Товарищ Жубей и игрок Сан Пхи. Вот кто-то в этом роде. Сан Пхи этот, ну, игрок с командами Pehot 6, который выступал у нас на интернете. Да, да, я вижу, что кореец, поэтому довольно интересно, что в американской команде играет именно кореец. Но вот команда пока особо себя не проявляла. Особо у них нет никаких игр. Я смотрю по статистике, ребята толком не играли. Команда появилась относительно недавно, то есть в сентябре. И пока толком нигде поиграть не сумели. Но вот довольно мощные ведь игроки. То есть не слабые ребята, не какие-то ноунеймы и более-менее известные. И сейчас Digital House не особо настроены, мне кажется, на такую вот крутую игру, когда их обыгрывает один аутсайдер, потом второй аутсайдер, потом третий. Хотя посмотрим, конечно. Вот отдали Doombringer'а, я вижу, отдали Undying'а также, сами же. Да на самом деле Elite Wolves это не такой же аутсайдер эти годы для американской дата-сцены, что вот на отборочных к International они там довольно-таки хорошо бились-то со всеми. Семи же Digital Chaos они встречались, по-моему, и они их даже там обыгрывали. Они там все на равнике бьются. Да, по именам DC довольно сильный коллектив, но в Best of 1... Best of 1, да, это важно. Best of 1, сэр-улетка, все что угодно может произойти. И по скиллу-то они не проигрывали Elite Wolves. Нормальные ребята показали класс, как могут играть своим пиком. Пожалуйста, подмава второй пик и хорошо зашла. Подмашу ман, да, и убивали просто буквально с первой минуты. Мне вот в этом пике не совсем нравится то, что взяли Даззла и Виверну, но нет в бане Эншата Паришина. Не ошибка ли это и не заберут ли ДС себе этого саппорта? Потому что против Даззлика и Виверна, по мне, Паришин, ну, просто заходит идеально. Непонятно, куда его, правда, тыкать в пике DC. Да, почему? Ну, дизейблов маловато. Саппорта будут без дизейблов, без танов вообще. Дизейблов маловато, но... Пикнуть его надо, потому что, верно, 1-хил, Даззл, 2-хил, Дарксир, Мека-3-хил. Может зайти, почему нет-то? Я бы взял бы, если честно. Поставил бы там Undying с кем-нибудь в офф-линию. Там Братрумак, хотя тут уже думы есть, да. Да, не Братрумак, таска, таска нету, так. Да, Undying. Да там с той же квопой можно поставить, на самом деле. Вот, видишь, американский дивизион, Шадо Шаман. На других регионах мы его не видим, вообще не слышим. А вот в Америке это спокойный герой, который появляется. Я не знаю, сколько часто, я ведь за Америкой все время не следил, но, как мы видим, вторую карту Криаду и снова Шаман. Может быть, просто Дессы решили попробовать стратегию из прошлой игры. Они могут попробовать стратегию, я не удивлюсь, увидеть подпуш какой-то сейчас от DC. Потому что, в принципе, если Дума ставить на керри, и он будет фармить какие-то шмотки на подпуш, там у тебя же самые Владимира и так далее, то могут, в принципе, заходить спокойно. А тут Драгонайт, а туда, в принципе, можно взять над-центр против Алхимика. Ну вот, Алхимик появился. Давненько его не видел, как-то про него позабыли. Появляется Лина на позицию, ну, скорее всего, Соломит, хотя не факт. Нет, 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 против Алхимика. Два Саппорта есть, Антайн, Кошатый, Шаман. Ну да, да. А Лина, ну, никуда уже не поставишь. Ну, только, смотри, если Дум пойдет фармить, Антайн на сложную, Лина, Шаман, Саппорта 2. Это, конечно, маловероятно, но если начнет прям... Это слабенько как-то получается. Ну да, да. Не, Дум может пойти, конечно, сюда вов-линию, а Лина может пойти в керри, вот, и тогда на мидер можно какого-то подобрать, вот, но как-то... Ну, Лина против Алхимика ведь неплохо стоит, зачем чего-то придумывать? Да, да, да. Лина стоит, и Алхимика гнобит, пока там есть прокасты Драгонслейва, они всегда есть, и без помощи для Алхимика той же Виверны, которая будет постоянно стоять, и то не факт Виверна. Он с Колны Брейсом особо не спасает от станы Драгонслейва и Лагуны. Ну, если этого Алхимика понапрягает Лина и загнобит, то, конечно, можно неплохо начать убивать. Тем более, Шаманом тут очень много нюков, вот эти вот Эзершоки, Драгонслейва, там еще левел-дес какой-то появится, Сул Рип. Можно саппорта типа Дазла Виверна очень быстренько убивать, буквально за пару скиллов. Ну, посмотрим. Алхимика, конечно, героя неприятная Алхимика, которая может сделать камбэки, который люто фармит. Посмотрим, какой это будет Алхимик, потому что в Америке любят брать и Мекку, и Сулар Крест, и Рейденс не так уж популярен. Ну, хотя посмотрим, все зависит от команды. Я удивлюсь увидеть сейчас банн Лансера от Digital Chaos, потому что за Бан Лемперспиртом Мисс Чиф, это, мне кажется, выход Лансера должен быть. Вот, да, банн Лансера как раз-таки от DC. И сейчас будут думать над Керри. Хотели они взять, наверное, этого Лансера. Ну, видимо, да. Банн на то и указывает. Очень круто. DC все прочитали. Ну, контроль все-таки у DC есть. Вот обычно просто дум, но это контроль жесткий. То есть, какого-то антимага взять рискованно. Дум дал и все. Кого же возьмут Миши? Кого же придумают такого интересного, который может спокойно уходить от дума? Не боятся. Да тот же гирокоптер, если хочется, контроль какой-то на самом деле. Потому что станов, кроме алхимика, в джиггернаут. Джиггернаут неплох. Ну, это, конечно, не контроль. Но, в принципе, опять же, может джиггернаут выйти в БФ. Такой будет фармящий пик, алхимика, джиггернаут. И комбинации это неплохие. Под спрей, там, вакуум, винтеркерс. Тоже, опять же, комбинация драксиров и верно. Очень удачная. Которую постоянно используют. Довольно проста в исполнении. Это не какой-то, там, Ice Pass плюс, там, Requiem of Souls и Epicenter. Все это вместе. Тут все довольно просто. Поставил винтеркерс, дал вакуум и все. Иди бей. Ну, вот я хочу, алхимика, честно говоря, увидеть какого-то боевого такого. Который будет стоять с огромным так спидом наваливать. А ему нужно здесь боевое. И ни в коем случае нельзя собираться вот этот юзл с сборкой. Через, там, Radiance, Octary, на всякий манта-стайл. И самый бесполезный вообще, который есть. У нас как раз адекватом запрашивали статистику на этого алхимика. Там цифры печальные за этим радиансом. Винрейт? Под 40% мне. Там всегда печально очень. Слушай, а это Doom-то фармящий получается. Да, я же всегда Doom-фармящий такой плюс-минус какой-то подпуш. Вот как раз там Кабанчик будет, там Бас стоять будет, Doom будет неубиваемый из-за того, что он будет фармящий. У него будет очень много шмоток, большое количество хп, большое количество армора. Варты Shadow Shaman будут стоять. Ну, Элина, как там основной керри, издалека будет тоже наяривать с ручки. Ну, и, соответственно, еще третий анекрат без мастера должны появиться вот когда-то. Что нужно сделать Мисс Чиф? Очень хорошо нужно открыть саппортом. Нужно постоянно стакать, прикрывать этого алхимика на меде, чтобы его не убивали, не трогали его. И потом тогда алхимик там в 20-й минуте нафармит все какие-то три слота, которые там, не знаю, какие он шмотки выберет. И он все что угодно можно собирать. Но если так будет, и Джаггернаут все хорошо будет чувствовать, и алхимик, то на рампу не зайдешь. Слушай, я вот тут подумал, могут ли сейчас, в принципе, DC поставить свою триплу на сложную линию, просто начинать гнобить. Ондайн, шаман, плюс дум. Дум может не такой гнобильщик, а вот ондайн, шаман, герой, крайне неприятный на этапе лейнинга. Я думаю, вполне идея может это пройти. Бесмастер на легкой против Дарксира будут спокойненько. Ну не то, что покойник, они будут без особых неприятностей фармить. И DC будут просто здесь грабить. Погляди, пока что навигаются все на нижнюю линию. Джейсон очень какой-то самоуверенный. У тебя мовспит парень. Проблемы с ним могут тебя и догнать. Нет, хорошо все. Быстро зачекал. Отлично. Кабан уже не успеет замедлить никак. Я вообще всегда болею за слабые команды. За слабые. А кто для тебя слабый в этой игре? Опять же вопрос, ты так думаешь, все-таки. DC здесь фавориты, потому что... Тут как бы это команда уже, которая там плюс-минус давно играет и показывает хоть какие-то результаты на дота-сцене. А Mischief, я от них вообще не видел никакой доты. Вот первую игру. Согласен, я его тоже не видел. Но они, по-моему, не играли-то особо. У нас в следующей игре вообще команды, которые нет вообще никакой информации. То есть нигде не на ликю дота, не на дота-бафи. Команды так как будто не существует. У нас, знаешь, с тобой, получается, игры идут с командой более сильной, средней и слабой. Вот так вот идут матчи. Но вот Элотфулс самые сильные победили. Дез сейчас стала средняя команда. Посмотрим, что покажут они. DC, может быть, на минус морали, вот все-таки сказывается проигрыш такой вот. Или нет. Или DC сейчас, в принципе, им наплевать, они играют в доту. Да нет, когда ты у тебя идет какая-то серия, вообще нельзя расстраиваться, замыкаться после первой игры. Если ты замкнешься, ты прям все трибут проиграешь. Обязательно нужно с холодной головой забыть про эту игру. Забыли, играем, по-настоящему, с одного первая карта. Ну, конечно, это правильно. Ну что ж, алхимик себе баунтиру, ну, как понимаю, забрал, да-да-да-да, забрал баунтиру, ну, это золото получил. Виверна приходит на центр, начинает обменять сразу же Лину, это все понятно, но Виверна не может исцелить бесконечно. Джейсон уходит, ну, и теперь алхимик 1 на 1. Все крипов подвышку подвел, и... Ой, первый крип мимо, ну, сложно парни подвышку, нету топорика, тем более, большим трудом, но вот первый крипочек есть. Со спрейм легче-то не станет, опять же, Лина будет... Нет, там все нормально, он будет стоять, сейчас боттл все принесет, и... Ну, с боттлом, да, значит, уже спамить прям так активно, ну, да. Вот стаки первые пошли как раз в лесу. Тем более, эти маленькие крипочки очень важны, алхимику не нужны какие-то там большие стаки, ну, вот эти вот сатиры 4 штука, 4 штуки, это просто идеально, или там какой-то тролль со скелетами, просто идеально. Чем больше юнитов, тем лучше. Ну, поглядим, не знаю, мне он нравится, и там билд очень сильно, SolarCrest Blink просто через кол будет игра, и просто адовый урон, ты идешь, убиваешь всех. Самое, наверное, крутое вообще билд, как резко тут это... OG обычно так показывает, как так нужно играть через это. И Аганимы можно кому-нибудь натыкать после этого. Ну, и он просто идет, убивает всех, он не фармит, он идет и убивает, 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 именно фармит героев, а не крипов, что совершенно верно. Ну, поглядим, что тут будет, пока, конечно, говорить рано. Ну, промышл взял верно, Лина все-таки имеет огромный рейнш-атаки, и постоянно спамит. На топик, кстати, довольно сильно просел, левел 2 взял, фаску нажал, Clarity нажал, Ауя тут дают о себе знать. Ну, и TC скушал. Урсум взял себе Ауру, взял себе Thunderclap. Ну, нормально, в принципе, Аура. Стоишь просто, получаешь так спид и фармишь, без особых проблем. Для алхимика, наверное, единственная проблема, вот, ему нужны баунти-руны. Обычно всех других героев на центре думаешь, хоть бы там не баунти-руны, а вот для алхимика наоборот. И всегда вот алхимикам и не везет по итогу. Но он вторую по значимости руну взял для себя, как раз регена. Это очень круто, что постоянно спамят эти мейсин-спреи, и чтоб Лина проседала. Потому что у Лины сейчас весь реген закончился, до ботла еще соточка. Дэмэдж получать неохота без регена всегда. Ну, слушай, по крипстату-то пока алхимик не отстает, то особо-то проблем у него на центре-то не видно. То есть, когда там у алхимика разница, там, 2-3 крипа, и у него все-таки пассивка, то, разумеется, центр-руны выигрывает, пасывается, если он не погибает. И алхимика, когда забирает руну первую, если ему не дают забрать, у него проблемы против этих героев. Если он быстро забирает, как раз у него 500 голды, там добивает парочку крипов, сразу приносит все ботл, и у него нет проблем ни против Лины, ни против Квин оф Пейн, ни против Винрэнджер. Вот, спокойно стоит. Вот, посмотрите, что с Линой, она только ботл ей едет, и она уже просеяла жестко. А алхимик-то дальше идет. Сейчас, смотри, сейчас заряжать будет. И удар от 2, а то и 3 надо сделать. Нет, это бэк-бэк-бэк уходить. Ну, чё делаешь-то? Блин, под спреем, должна жить, и алхимик-то уже проблема, есть драгон слайв, второй драгон слайв задувается, пару ударов, и алхимик погибает. Ну, на самом деле, какой-то был странный мув, но пошел до конца, просто пошел на мужика, пошел такой, вот, опять же, русскую тату играть. Мог бы уйти спокойно, но вот эта жадность Она хотелось убить, в итоге Погибает сам, погибает также Дес на топе Ну там гонял-гонял Да, Физблата на Десе у нас был Прямо за секунду до Смерти Алхимика Ну я вот тут думаю, что Крипстат Очень клевый, и Алхимик вот этим вот Мувом очень сильно себя Портит ситуацией по Крипстату И это первая смерть И Лина получает почти левел 6 Лагуна Блэйд уже можно, это Алхимика в принципе убивать Может быть помощь какой-то саппорта Типа ондайн, который Декейчик дать 1 И Слорип Ну в общем печально Печально, одна ошибка, но уже меняет Конкретно этап лейника Для Алхимика будет сложнее Что у нас внизу, мы как-то вот не смотрели Все, Джиггернаут фармит Хотя по Крипстату Дум явно перегоняет Своего оппонента Приличная сумма крипов И также Бисмастер фармит Вполне неплохо, 15 крипов Левел 4, ботинок, манго, щиток Но тут выход Джиггернаута и за спину Замедение от бласта Пошел Блэйд Фьюри И без шансов вообще каких-либо Погибай Бисмастер Все хорошо, красиво сделали Вот тоже ребята убивать-то могут Нет-нет, не без руки совсем Пока еще ничего не понятно-то на самом деле Опять же ты Алхимик Ты его можешь убивать сто раз, но Потом он начинает просто фармить люто Главное просто, чтобы залитно ходить Бегал за потерю два пушки Ну да, там просто надо Все будет у тебя хорошо Фарми на линии, не убиваешь Пусть эта лина идет на базу Ничего страшного там нет Ну вот появляется ультимейт Теперь убить еще сложнее будет На топе Там, кстати, подцепили Иксмайк, иксмайк все-таки уходит Хоть и без маны, и без хп Но на базу побежит Главное жив Главное все хорошо с ним Джиггернаут Вот-вот будет ультимейт Но вот того же Бисмастера ультовать Не всегда хочется Там Кабан, там Этот Ястреб летает постоянно И сложно Когда у тебя там всего лишь три прыжка Как-то полноценно ультануть По Бисмастеру Да и в принципе файти Всегда Кабан мешает жить Даракситу по-хорошему сейчас стоит В леса пойти просто В лесу идти, потому что В следующий раз, когда он подставится Вот так вот На него дум накинется И он уже никуда не убежит Поэтому либо ты очень аккуратно стоишь Под тавером И накидываешь по два счета И вообще никак не подставляешь Или ты уходишь сразу в лес И там получаешь нормальный лавел Но в лес не охота уходить Потому что там стаки для алхимика Тут не особо много Я бы не сказал, что тут стаки стаков Но только вот одна пачка По сути все Больше ничего нет Ставится там бак Которая успешно зафармилась Идут ребята дальше Но Джиггера он далековато Хотя если он не слэш Фейсбутс нажал Попытка догнать Но нет Слишком уже далековато Оппоненты Не получится Дабл дамаж Контролится Для алхимика Снова не баунти руна Что же ты будешь делать? По-моему ни одну баунти руну Больше не забрал Алхимик вообще После первой как раз таки Но вот не везет Совершенно Так оно бывает всегда Лина бутылка обузит Есть 1000 золота Посмотрим Может какой-то будет Очень быстрый Юл просто Нет Покупайте фейсбутс Юл выйдет попозже Вот Лину да По нерфили немножко Понизили урон Слагу на Блэйд Но при этом Не то что там герой Стал так же популярен Стали пикать меньше Однако пикают Как и Квин оф Пейнтом По нерфили Говорили Все они будут пикать Пикают дальше Что нерф Ну незначительно 100 урона По сути наверное Особо ничего не решают Все равно много Да нет Элина вся она Такая же мощная Вот появляется Да Посмотрим пока Лина топ 2 По крипстату Гоняет алхимика Алхимик Ультимайт нажал И можно фармить И там выходит И Дарксир Лина уже очень быстро Купегает Клоба заваривается Есть телепорта Таня Дайга Можно их отменять Зачем твое телепорта Надо отменить Один 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 На всякий случай На метал Нужно лететь Ну и все Нормально Лина живет Фейсбут съесть И можно будет убегать В случае чего Ну и дэмэджи Там много 100 урона С руки Раньше опять же огромный Драгонслайф уже четвертый Может быть стоило Кто-то побегать И ставить Ондайнгу линию Чтобы он там Пофармил Взять Взял себе Какую-то тамбу Третью А самой Вдвигаться там На топ Либо на низ И помогать И мы там Того же Дазлика Убить Слагон и прокаст Это запросто Всего же 550 хп Сверху Наскил наклевывается А Яксмайк Может встрять Ну сейчас Айншел повесит Если пойдет дальше Туда И выходит Ауя Ауя Палец Решили просто Спушить вышку И все Изоршок Крипов ребята Съедают Съедает Дум просто Крипа с Айншелом И Иксмайк Еще один повесил Получает в лицо Дум А вот и Дум Нужен И вот он Земля Земля Ты четвертая Какой же там Огромный демэдж С этой земли И Иксмайк Шеллогрейф Иксмайк Ну тут максимум Заденайть можно Не более того Хилл А че хилл то А тазол то погиб Вот почему и хилл то Ну хилл надо А он был это хилл да Конечно Увлекся Увлекся В итоге минус 2 Из одного килла И Дум просто улетает Вытер 3 вышкой Много урона Но живет И вышка так же упала Притом Не заденайли ее Пришел один 4-3-7 Месяц с катапультой Вышку успешно Забрал Ну вот так Странный мув У нас был Сейчас от дазла Так бы Могли 2 героя выжить В итоге 2 героя погибли Хотел спасти Получилось Не совсем удачно Алхимик 1100 золота Пока ничего не берется Ни ПТ Ни Фейсбуц И по моему У меня очень смутные сомнения По этому алхимику Не то чтобы я против Но вот Хотелось бы Вить боевой табилд Это алхимик Хотя с другой стороны Там если Блинк с Ларкрест Колба То там зомби Все-таки Телепорты сбиваются Блинки сбиваются Конечно Лина стаки нашла Сейчас фармить Да-да-да Лина здесь поможет Драгон Слав Это четвертый И вот они Подфармились Крипочки Бласт В итоге вынуждена Виверна Крипов немножко съесть Но подворвал Алина Получил опыт Видит Иксмайк Останет точно Урора есть Иксмайк без шансов Флагону Блэй Даже не будет кастоваться Уже Констант Замахнулся Был готов Прокасать Потом Да не надо И так Хватит урона Действительно Хватил на топе Пошел Жиггернаут Отменяет телепорт Еще готов Убивать Жиггернаута Слушайте А погибнет ведь? Погибнет Погибнет Вард конечно есть Но Не-не-не Без шансов И на центре Там приходит Лина На алхимика Лина встревает Станчик дает Но колба таки залетает И Ну и стики Стики есть Есть боттл Стики проживает На развороте Драгонуслоев Может еще Лагуна Какой-то Дэмэдж Не хватит Еще бы Одна пичечка В дазла Их хватило бы Но нет Испугался просто Если раньше Развернулся бы Под свои стики Видят что Его уже Не убивает Тогда мог бы Стан кинуть И тогда С останчиком С прокаста Точно забрал бы Мог бы сам Запросто погибнуть Поэтому решил Лучше не рисковать Алхимик 1800 золота Ничего не берется Ну По-моему Тут же вопросов мало Хотя смотри Сиклешо пошел Может Талисман купит себе Ну нет С талисман Так нельзя начинать Ну да Либо с медальки Либо с даггера Одно из двух Ну да Но тут Наверное думаю Что будет какой-то даггер Потому что Колба первая И в принципе Я уже не вижу Никакой комбинации С Солоркристом колбой Да Будет фармить Какой-то Ну что-то такое Скорее всего Конечно Рэдинс уже Замакшенный Пассивочка В троечку Но фармить быстро Алхимик По надворцам Я понимаю Что там цифры Не маленькие Хотя слушай Алхимик-то не в топе Далеко не в топе На центр Есть врыв И джиггернаут Он не слышь будет Если что Можно будет его прокастовать Запросто Побоялся Слушай Дум кастуется Дазлик Ничего нажать не может Дазлик Попытка уйти Левел дес Минус дазлик Минус здесь должен быть Так же джиггернаут И смайк Так же в таверну В куфлдау Не в сурж Да И минус 3 Смертоносный тс 5.02 Покупайте Блэдмирс Ну слушай Да действительно Готов пушить Блэдмирс есть Змейки у шамана Есть В принципе Шаман там на топе Готов просто В соляново Убивать этого алхимика И без того дела Прикорит длина И все Сейчас просто будут Уйти в атаку Опять же С блэдмирсом Со змеями Пойду просто будут Пушить Будут воевать Есть лекра Еще без мастеров Придачу Лена спокойно Можешь себя собирать Либо еще один Некрс Если они хотят пушить Либо Я бы на месте Купил бы Что-то купил бы Шатублэйд Наверное Нет и уличка Классика жанра Ну В принципе Чтобы тоже интересно Решение Тут бы было Против алхимика Который постоянно сидит В лесу Фарми Чего-то там Никого особо Не ждет В этом лесу Вот Вот так вот Undying Левел 6 Ботинок Телепорт Вася Арканы Больше ничего нет По натворсам Даззл Очень бедный Кстати Левел 5 всего лишь И Тысяча золота Нафармил То есть Ботинок Варды Больше ничего В наличии Не вижу Тут уже на 12 минуте Уже бешеное Какое-то преимущество По золоту 7500 О да Слушай Очень много денег Ну это Думбрингер Он хоть и без Мидаса Но Девар Дает себе Знать на центр Есть врыв От бисмастера Рор Тамба И Ксмайк просто в секунду Отправляются в таверну На зарадиан Фантипот играет Дума Тоже такой же Алхимик Тоже бешеный Манимейкер Ну вот Алхимику убивали Понимаешь 0-2-0 Он при этом Никого не убивал По крипстату У него Не все так круто Как могло бы быть То есть Ему вроде стаки делали Но Он их там особо И не фармил И на Рошана Заходят DC Со своими некрами С кабаном Со змеями И Довольно быстро Для такой минуты Не имея Огромного физдемеджа Рошана этого забирает Без Дума Без Лины Лины на топе Думб Только-только Как Рошана подходит Будут забирать Аегис Работу сделали Тиммейты И Аегис за Думом Да В андайингу Лина кстати убивает Еще и джиггернаута На топе Андайингу Можно сделать Какую-то мекку И просто спокойно Уже заходить Реально на рампу А Шадо-шаману Выходить не в дайгера Скорее всего в дайгер Лучше сначала А потом уже Или Лина ловит Кстати тоже В ответку Ну а там уже Селепорт от андайинга Может быть Соларип успеет Подхилить Но Лина немножко Не туда идет Под спрей Не хотела идти И колба Закупается Вся на обрет Слушай Прячется ведь Соларип Будет ли От андайинга Нет Не успевает Андайинга Подойти Помочь Соларипа Не будет И господство Еще забирают Ну стриг Слушай Сняли Получили Там что Золото Алхимикс Алхимикс Обзаврал 4000 у нее есть Уже Летит Курьер Засакли Там Ну Рейдинс Все равно Будет поздноватый То есть Намного раньше Мы видели Появление Рейдинсов Это еще без рецепта Мы на такой минуте Уже Рейдинс Видели Какой радик Ну зачем ты это собираешь Собрал бы себе Армалет Собрал бы себе Даггер Медальку Мьелнир И пошел Атаковать Потом БКБшечку Можно БКБшечку Ну Можно На всякий пожарный Ну и дуб с блиндаггером С ледмирсом С барабанами Очень мобильный Такой Бегает Постоянно по карте Врываться Давать дому Вообще Не проблема Дальше Ну посмотрим Может быть Элементарно Купить себе Шиву Например У Джекерна Серьезная проблема Все по фарму Не может себе Найти место на карте Три раза уже умер Куда они приходят Там всегда отказываются Какие-то противники Та же самая Лина А вот стаки С большим трудом фармит Дэмэджа-то маловато Все-таки На топе Выйдет Андайн Андайн Получает колбу Ставит Томстоун Есть уже Очень много Телепортов на топ И приходит Иси Дум по Иксмайку Иксмайк уже 100% в таверне Какие же там криты От Иси Просто по 300 урона Вписывает Идиот Лина Есть Алхимик Будет станчик Все по таймингу Это понятно И Лагона Блэйд Минус Химик И телепорт Кто там летел Уже отменил Не важно кто По-моему Джиггернау Не стоило Конечно Туда лететь Минус 2 Очередной Минус Алхимик Есть у него Сакрит Ну не знаю Сейчас я особо Не люблю хейтить Этого Алхимика Сакритом Хотя много С Рейденсом Много Уже поступало Информации Но вот в этой ситуации Непонятно Почему не выйти В какую-то агрессию В ответ И пойти просто Атаковать Ну будет Рейденс А что дальше С ним-то делать Фармить Ну тут фармить Действительно Он на самом деле С Тучей так же фармит Встроенный Рейденс Кидаешь их На то местное Местность Где хочешь пофармить Вот тебе и все горят Зачем ты еще дополнительный Трейдик собирать Он тебе не хп не дает Ничего Мясы только Понимаешь Рейденс появляется Команда DC уже заходит На СР3 Спокойно На 15 минуте И вот твой Рейденс есть А толку от него-то 0 Кроме того Что ты горишь И даешь там ивей 17% Больше толку и нет Некра там уже апается Активно Уже в 3-й Некра на подходе У Бисмастера И у Шамана Он запросто может уйти В какой-то аганим Например Аганим конечно Надо выходить спокойно Чтобы дальше Бешеный дэмэдж с воротов Тот же дум Можно выйти в Кирасу Просто опять Чтобы пушить получше Заходить на эти вышки Я бы думаю Сейчас обрубил Сейчас два жестких артефакта Кирасу и Тараску И просто Там Если ты даже под этот Аегис Не зайдешь на рампу Ломать будешь Под следующий Аегис Его уже будет Точно не убить Он В привключенной земле С Тараской и Кирасой И Владимиром Его не пробьешь Та же Лина Уже почти с аганимом Если так подумать У Алхимика Всего лишь 1000 хп Рейдинг сдают 0 хп И уже Лина С прокаста Просто берет Этого химика Убивает Да конечно Все на уроном Все очень правильно У Антайн Появляется мека Как раз Вот та самая Нужная мека Ну и опять же Для пуша Все для пуша Имеется Все совершенно Лина Вот Алхимик Без ультимейта Получает стан Нажимает ультимейт Да даже без лагуна Хочется Живет Живет Алхимик Ботлом Отпиливается Лина побежала И пичка Залетает Что-то странно Лина все сделала Сейчас Да Как-то подумала Она лагуну видимо дала И просто пошла назад Думала что убьет Так вот по-пижонски Типа не смотрю на взрыв Из американских боевиков Из американских боевиков Да 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 Вот тут что-то Лина поверила себя Нотопия выход На джиггернаута И скорее всего Тоже минус будет Сейчас ему манна Должна высосать Очень быстро Ну конечно Есть Блэйдфюри А что дальше Эмоня как раз Эдогонт Телепорт аута Ты не сделаешь Хочем беда Да Как раз слишком быстро На центре Змейки ставятся Пушатся уже Терри вышка Которая пала Пушатся Милиш на брак Глифа у команды Здесь шрифа нет И Да единственное Уже Единственное Жесткого дефера Который мог вообще Что-либо противопоставить Сейчас команде ДТС Накинули просто Дум в тупую И просто Ломают Барайки Ну все Можно в принципе Уйти Милишин сломали Роджоу еще доломают И все И назад Эйгис пропадает Сейчас бы конечно Было бы очень круто Ворваться бы И убить бы Моментально Спокойно На топ Пока третья Некра еще есть Пропали только что Может быть стоит уйти Все таки Дарксир там есть Есть и хорошо Да и можно Пошли Пропрепликать Еще 10 секунд Джиггернауты Пробивать нечем Траться нечем На самом деле Они могут наложить Сейчас Типа Начать драку Попытаться с ультой Вентроверной Но все равно Мне кажется Дэмэджа не хватит Там зомби подхилят Мекку включат Ну Трудно Очень Очень трудно Ну и вот Лироса гонимом Пока еще правда Нет левела 16 Но тем не менее Урон чистый Для саппортов Типа Даззл У которого 850 хп Вы верны У которого 870 хп Это просто Фатальный ультимейт С трагонслейвом И со станом Это 100% убийство И Даззлик пока Своими Я вообще не помню Были ли шелуи грейвы В этой игре Там буквально Пума один был Дарксир и все То есть как-то вот Даззл И не видно И не слышно Где он там Был один шадоу грейв После которого Умерли Два героя Ну да, да, да Про это я говорю И больше как бы Тайда злой Не видно Хотя шелу грейв-то 3 Но вот смок вылазка есть Есть на топе Бестмастер Которых довольно-таки Мало хп И можно без проблем Убивать Но вот как подцепить Подцепляют Дарксиры В итоге На базе В принципе Подошли просто убили Ну все Лина Лина спокойно заходит И через гонимчик Уже на 13-ом лавле И все спокойно вниз Сейчас поставится тамба Сейчас включится земля Сейчас 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 Достянется шаду Шаман С вардами Винтеркерс Мы так же Хотели увидеть В этой игре Бестмастер Бестмастер Просто будет Спитушить топ Сейчас он Когда драка Будет снизу Просто зайдет на топ И с третьими некрами Там Телтавер Вообще хпанет Вот с третьими некрами Просто спитпуш Ну и шаманову Дождутся Вот у Ауи Уже бежит сюда С спитбустером 2000 у него Кстати есть Золото То есть Уже почти Оганин готовый И левел 11 Нужно взять Обязательно Там немножко Совсем нужно Экспы Но вот Ставить на 10 уроник Который почти 11 Змейки Было бы не ок Ну вот она Пачка крипов Дайте им получить Эти 40 опыта Жигерна Та на топе убивает Бестмастер Хоть там и некра Хоть там и Не повезло Некрами можно пойти Таур доломать Ну левел 11 есть Все Шаман Второй змея Смоук Интересно И показывают план Давайте зайдем через центр Они через центр На топ хотят зайти Тоже на топе Таур упал А ну да Там углы браки Но опять же Виверна плюс Дарксер в наличии Опять же Герои которые могут Поменять исход файт Но опять же Дэмэджа Ты сказал мало Нет дэмэджа Алхимик купил себе Огроклаб Но у него урона Маловато Вот нету дамага Попробуй подойдет К этому Оп И вот она Виверна с Винтеркерсом Получает Левел Дес Да опять Единственная цеплялка На базу просто На 20 секунд Можно остановить Сейчас на месте Кого-то Просто в думе Сейчас находится Сейчас подхилить Тамбу Сейчас еще лучше Вот Блакона Блэйд Просто в Блэйдфюре Еще один удар Минут джиггернаут И Минус также Алхимик Шеллогрейв Конечно дается Но опять же Толку немного Винтеркерс есть По двоим Ставится улф реплика Лину убили Андайингу убили Ауи также должен Быть минус Минус 3 Но сторона топала Сторона топала И бисмастер Подходит А бисмастер Через 30 секунд Открутится Варда И еще можно вниз Пойти На самом деле С думаем Там два героя Там суппорт Два суппорта Двое могут идти Просто пуш Шива Тем более Имеется в наличии Под волком Это должны Подносить Там еще Кабанчик Будет нормально Санностреливать Плюс 26 От Владимира И Волка У него Атака А с такими Вот героями С одним алхимиком Честно говоря Не знаю Может здесь будут Дефить Алхимик Не такой прям Чтоб дефить Мега крипов Он не 6 тислотов Там нет Майлштрома Бфа с собой Чтобы спокойно Крипов убивать Так что Если это мега крипы То надо будет Писать с Гудгейм Просто Жигернад ворвался Блэдфюри Пытается убить Некров Но Некров Кстати дают немало Денег можно подфармить Так 200 золота Есть Еще 200 золота Есть Денюжки Ну правда Толка от этого Немного Очень беда Толка от этого Нет Лина с травелами Полетела Просто на центр И Суицидом При желании идти Раз Саганим Оп Здравствуйте Алхимик Нет Нет Он его не пробьет Нет Нет Лагун тратить Просто нужно идти вниз И ломать бараки Шадоу Шаман Должен просто поставить Через 15 секунд Фарды Саганим Фарды Саганим В рейв будет Дум По Джейсу Случа еще Он не ТС пока ничего не кастует Дум зато кастуется По Джиггернаут И Джиггернаут Минус Джиггернаут без байбэка И третья сторона падает Опять же Тут еще и Драксира поцепили Станчик Огромный колоссальный урон От Лина Просто за счет наличия пассивки Вот эта Которая дает Просто адовый атак спид И под фонтаном Минус Иксмайк И минус Также алхимик Два байбэка Ну такие знаешь Байбэки уже скорее на рейдже Потому что Ну так или иначе Эта игра завершена Гудгейм Ну не самая интересная игра Просто в одни ворота Мы вообще не видели ничего От Миши Вообще ничего Никакой войны Никакого желания победить Алхимик Он нам все рассказал Ну очередной раз Мы подтверждаем Что алхимик Через рейдерс Пока что не могут Но вот в этой ситуации Могут же заформить Нормальные слоты Вполне Ну по теории 5 Можно поставить А вот за практику Двоечку Неут Неут Как минимум Да Так ну что Исполнение просто отвратное было Отвратное И счеты разгромны 23 минуты всего прошло 8.25 Но вот Дум 7.09 Майнкерри Заехал Ну и вот Пуш потенциал Стратегия От шамана Бисмастер Разошла На ура Будет у нас пауза Я вот не знаю Сколько она будет Надеюсь Недолго Надеюсь Мы начнем Сразу же после этой игры Хотя черт узнает Потому что по расписанию Игра у нас будет Через минуту Еще 10 15 А то и 20 Не у нас по-моему По расписанию Все Через час игра Через час игра Да Тогда В 6 В 6 Утра Но через 30 минут Короче Через 30 минут Даже Но если вдруг Ухар